Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ульяна, и здесь мы обсуждаем аптечную косметику и уход за кожей. Сегодня одна из самых непростых, но весьма актуальных тем, это защита от солнца. Я покажу примеры, средства с SPF из аптеки, и много новинок здесь будет, а также поделюсь своим личным впечатлением о них. Но не забывайте, что в прошлом сезоне я тоже достаточно много рассказывала на эту тему и записывала несколько частей видео, поэтому заходите на канал, посмотрите, там много актуальных еще продуктов. Также не забывайте подписываться на мои остальные соцсети, на телеграмму, запрещенную соцсеть инстаграм, там еще чаще выходят обзоры на аптечную косметику. И давайте уже начнем, прежде чем мы обсудим конкретные продукты и мой подробный отзыв на них, я поделюсь некоторыми теоретическими моментами. Я не буду сейчас сдаваться в подробности, зачем им защищаться от солнца, я думаю, что если вы включили этот выпуск, то вы знаете, зачем вам нужен санскрин, средства с SPF и так далее. Поделюсь некоторыми моментами в плане использования средств с SPF именно со своей точки зрения. Никому не навязываю, расскажу, как использую я. Ну, во-первых, средства с SPF это неотъемлемая часть базового ухода моего, и всегда, когда я выхожу на улицу, да, в дневное время, будь то зимний, осенний или летний, тем более, период, у меня всегда наносится средства с SPF. Как оно наносится? Обязательно в достаточном количестве. То есть, чтобы у нас соблюдался фактор защиты, заявленный на упаковке, нам нужно нанести определенное количество средств. Если это кремовая текстура, то очень просто по методу двух пальцев, да, нанести такие определенные, хорошего такого размера полосочки на два пальца руки, и, собственно, этой порции будет достаточно на лицо и шею. Также не забывайте про все остальные открытые участки тела, особенно в летний период. Что еще здесь важно? Как смывать средства с SPF? Обязательно я это делаю в два этапа. Либо мицеллярка плюс гель-пенка, да, либо гель, либо пенка, плюс, либо гидрофильный продукт, масло, либо бальзам, плюс умывание. То есть, всегда этап демакияжа плюс умывание с водой. Я не придерживаюсь концепции, что только гидрофильное масло смоет санскрин, мицеллярка нет, смотря как вы используете мицеллярку. Если вы используете один ватный диск, и так слегка как-то протерли, да, то, конечно, вы не досмоете санскрин. Ну, а здесь уже у каждого своя точка зрения. Вообще, в этой обширной теме много мифов, заблуждений, много разных точек зрения. Поэтому у меня нет цели сказать, что правильно только вот так, и все делаем только так, как я, и никак иначе. Поэтому делюсь таким вариантом своего видения этого вопроса, и те эксперты, которым я доверяю, тоже придерживаются данных моментов. Еще нюанс про обновление солнцезащиты. Да, есть некоторое мнение, что если средство на стабильных химических современных фильтрах, то обновлять его в городе вообще не нужно. Я так не считаю. Лично я обновляю, если я нахожусь долго на улице, да, то есть, соответственно, каждые два часа просто распыляю вуаль с SPF. Я дальше покажу, какую уже несколько сезонов подряд приобретаю именно ее, и никаких проблем. Для меня очень важна надежная защита от солнца, даже не столько от пигментации, да, хотя она меня тоже периодически беспокоит, не столько от фотостарения и так далее, сколько в вопросе розация. Поверьте, солнце это главный триггер этого заболевания. Если вы с розацией дальше пренебрегаете этим вопросом, то поверьте, вряд ли вы будете в стойкой ремиссии когда-либо. К сожалению. Тут еще вопросы теплового воздействия, которые мы не совсем можем избежать, поэтому хотя бы воздействие ультрафиолета на кожу, да, в плане вот именно лучей, желательно, да, этот вопрос закрыть. Поэтому для меня это очень важно, и я действительно нахожусь максимально в ремиссии этого заболевания только благодаря постоянной защите от солнца. Я бы рекомендовала в целом, кого этот вопрос интересует, да, то есть кому нужно защищаться от солнца, у кого есть какие-то особенно воспалительные заболевания, просто найдите комфортный для себя продукт. Да, это непросто, это нужно многое протестировать, к сожалению, нет универсального идеального продукта, и комедогенность для всех будет проявляться индивидуально от того или иного средства. Но когда вы найдете нужный вам продукт, комфортный, он станет просто дневным средством для ухода за кожей лица. Все, наносить его просто каждое утро, если вы собираетесь, да, выходить на улицу, и все, не уделяйте какое-то отдельное такое внимание, что вот это именно СПФ, что он какой-то некомфортный и так далее. То есть здесь главное, чтобы было комфортно, быстро, удобно, без каких-то проблем. Но тут придется потестировать все равно самостоятельно, потому что, еще раз повторюсь, средства СПФ очень индивидуально подбираются. Кому-то одна текстура нужна, кому-то другая, у кого-то скатаются, у кого-то нет. Поэтому видео носит более такой субъективный даже характер, потому что я расскажу именно о своем опыте использования этих продуктов, и найдутся те, у кого мнение будет обратное. Последний теоретический нюанс про фильтры. Я думаю, что все уже слышали, да, что химические фильтры бывают старые, новые, и обязательно нужно брать санскрин на новых фильтрах. Здесь я хотела бы пояснить некоторый момент, что в продуктах, которые мы с вами сегодня будем, да, рассматривать подробно, есть старые фильтры, буквально практически в каждом, старые, да, условно. Они не запрещены к использованию, это важно понимать, да, то есть если там есть старые фильтры, это не значит, что этот продукт не работает. Также стоит понимать, что рассматривать фильтры в продукте нужно целиком, потому что если это смесь старых и новых, то новые прекрасно стабилизируют, дополняют старые, так называемые, фильтры, да, и не столь стабильные, как новые. И, собственно, здесь уже другая картина, поэтому, пожалуйста, нужно рассматривать все целиком. Плюс еще бренды, которые продают свою солнцезащиту, например, не только в Европе, но и на американском рынке, они не могут использовать полностью формулы из новых стабильных химических фильтров, потому что FDA не одобряет до сих пор, пока что, на данный момент времени, большинство стабильных новых химических фильтров. Поэтому здесь еще такой нюанс, так что старые, они не запрещены, у них есть, да, некоторые нюансы, в отличие от так называемых новых, но я бы не отказывалась от продуктов, я использую средства и со старыми, и с новыми, и в смеси, и так далее, и все прекрасно. По поводу аллергических реакций, вы знаете, аллергия может быть на абсолютно любой компонент, на новый фильтр, на старый, абсолютно на любой, поэтому здесь тоже очень индивидуально. И сразу разделяем, да, что на минеральных фильтрах, здесь у нас санскринов не будет, минеральные экраны мне пока не понравился ни один, настолько, чтобы я его показывала в видео, то есть обычно это выбеливание, мне некомфортно. На коже здесь будут исключительно все продукты, даже спреи, даже стики для губ, только на химических, да, органических, по-другому еще называемых, фильтрах. И давайте уже наконец-то начнем. Я буду рассказывать про определенные средства и буду включать кадры с нанесением этого продукта, показывать, как наносятся, как выглядит на ярком солнце, чтобы вы могли оценить блеск и так далее. По поводу блеска. Я не люблю матирующие санскрины, поэтому все, кто ждал в этом видео матовые идеальные средства для жирной комбинированной кожи с таким финишем, полностью сухим, без блеска, я вас разочарую, ни в этой части, ни в следующей матовых не будет. Потому что мне они сушат кожу, часто раздражают кожу и часто скатываются. Меня это бесит, мне некомфортно, я люблю нанести и пойти. По поводу блеска сразу скажу, что в конце видео я покажу, как это прекрасно все корректируется пудрой. Минеральной, полностью матовой, либо сияющей, прекрасно можно все скорректировать после того, как санскрин впитается. Поэтому я вообще не вижу проблемы в том, чтобы использовать все последующие продукты. И начнем мы, пожалуй, с урьяж. У меня на самом деле очень много их сейчас солнцезащиты. Что-то я купила, что-то пришло в рассылки недавно. Я решила объединить и сравнить. Как раз в телеграм-канале на днях я уже опубликовала обзор на два варианта, где крем одинаковый абсолютно. Но факторы защиты разные. SPF 30 и SPF 50. Вообще здесь стоит отметить, что бренд урьяж в прошлом году перезапустил свою солнцезащитную линейку. Называется она Борисан. Поменялись дизайны упаковок. И насколько я предполагаю, какие-то формулы тоже изменились. Я здесь точно не подскажу. У меня не было практически никаких старых версий в старых форматах. Поэтому сравнить я здесь тоже не могу. Буду рассказывать за имеющиеся, за обновленные вариации. Так вот, здесь у меня крем для чувствительной кожи. Желтые тюбики означают, что здесь химические фильтры. Если это белый тюбик в этой линейке, то это минеральный экран, соответственно. Голубые это средства после загара без фактора защиты. У этого продукта, буду его объединять, потому что здесь кроме фактора защиты практически нет отличий. Здесь есть отдушка. Но она легкая, ненавязчивая, действительно не раздражает кожу. И здорово, что лично мои глаза не реагируют на этот продукт, даже если наносить по контуру глаз. Хотя офтальмологического контроля здесь нет, поэтому это исключительное такое применение вне инструкции. По текстуре это насыщенное такое молочко. То есть текстура достаточно текучая. Но есть нюансы. Наносить рекомендую в два слоя, в две порции. То есть не так, что мы выдавили все, что нам нужно лицо и шею, и начали вот так это все размазать. Во-первых, он белый, очень белый поначалу. Ему нужно дать впитаться. Это не минеральный экран, но тем не менее, да, беловатый такой цвет у него. Это хорошо для того, чтобы было видно, куда мы нанесли защиту, а куда еще нет. Но если нанести сразу всю порцию, то он так быстро схватывается на коже, что те места, где большое скопление продукта, да, вы не успели еще разнести, он не успел впитаться, он застынет и начнет кататься. То есть здесь на самом деле в плане комфорта нанесения я бы поставила, наверное, три из пяти. То есть это единственная, наверное, моя претензия. То, что это не совсем просто в нанесении, то есть не так, что нанес и пошел. Будут у нас такие варианты продуктов, но вот это не про ульяж крем. И в целом я приноровилась, то есть я эти средства закончу до конца. Нет такого, что они у меня всегда катаются и не могу им пользоваться, но им нужно некоторое время, чтобы их нанести. Да, опять же, две порции я это делаю, но по комфорту, по тому, что не раздражается моя кожа. И финиш, кстати, здесь не самый сияющий. Будет вариант, который сияет еще сильнее. Вопросов никаких к нему нет. С декоративкой у меня не конфликтует. В течение дня никак не скатывается. Поэтому это хороший вариант, особенно если вы их будете покупать на скидке где-то за 800-900 рублей. Это будет шикарный вариант. Как раз один из них я по такой цене и купила в свое время. Так что присмотритесь, если вы любите именно бренд Урьяш, например. Фильтры я буду прикреплять здесь, перечислять. В данном случае это комбинация практически все новые химические фильтры. Один есть старый. И у них одинаковый набор фильтров, кроме одного. В SPF 50 есть еще один дополнительный. Тиносорб С. Это современный химический фильтр. Так что те, кто даже рассматривает составы, в целом тут практически тоже не придраться. Вот по текстуре я уже отметила такой вот нюанс. Если вы смотрели мое недавнее видео про бренд АВН, то вы уже знаете про вот эту солнцезащиту. Это флюид для чувствительной кожи без отдушек SPF 50. Обращаю ваше внимание, что обновленные варианты санскринов АВН, они кстати не только внешне, но и по формуле абсолютно точно поменялись с прошлого года, выглядят очень похожими. Поэтому, пожалуйста, если будете приобретать именно из моего видео, присмотритесь или посмотрите в описании, как точно называется. Ссылки я также все оставляю. Потому что тубы все одинаковые, дизайн одинаковый. Вот здесь небольшие детали у них отличаются. Есть с тоном, есть для проблемной кожи и так далее. Что мне здесь нравится? Что здесь нет отдушек. Это первое. Во-вторых, если вы фанаты исключительно комбинации современных химических фильтров, вам тоже здесь все понравится. Здесь нет фильтров старого поколения. По текстуре. Это не водянистый какой-то флюид. Я бы вообще его кремом назвала, потому что по текстуре он чем-то похож немного на урьяж. Немного проще распределяется. И опять же у него есть вот этот момент, что он схватывается, застывает на коже. Поэтому его тоже сразу всю порцию вот так вот на лицо наносить не рекомендую. Я делаю каким образом? Я сначала наношу на одну половину лица, а потом на другую. Таким образом проще, быстрее все распределить, и при этом ничего не застывает. Кто-то жалуется на него, что он скатывается, но здесь опять же, да, как вы наносите, на что вы наносите, даете ли вы ему время впитаться и так далее. Если хорошо распределите по лицу, все прекрасно, никаких проблем с ним не возникает. Глаза тоже мне не раздражает, кожу не раздражает. И вот вариант для тех, кто реагирует на все сэнскрины, но хочет именно химический вариант, обратить внимание, потому что он комфортный. Несмотря на насыщенную текстуру, я не рекомендую это для сухой кожи, для кожи с шелушениями, потому что он может их подчеркнуть. Это нормальная комбинированная кожа, которая не то что не любит, не боится такого сияющего, да, сатинового финиша. Сияние здесь тоже присутствует. Так что обратите внимание, если у вас чувствительная, очень чувствительная кожа, и вы ищете для себя сэнскрин, который без одушек, который на стабильных химических фильтрах, я думаю, в большинстве случаев он понравится. Мне тоже вполне с ним комфортно, но да, я не сразу к нему адаптировалась, то есть я тоже люблю нанести сразу всю порцию сэнскрина. С ним такое, как и сурьяш, не прокатит. Он застыть может, скататься локально в месте, где недостаточно распределили сэнскрин. Так что да, здесь везде пока что есть свои нюансы. Давайте рассмотрим более невесомую текстуру. В целом из всего выпуска это самая водянистая легкая текстура. Это бренд Бабе, испанский бренд. Это в целом относится тоже к косметевтике, к дерматологической косметике. Не особо у нас известно в России, но тем не менее, про этот сэнскрин многие знают. Его раскупают постоянно. Сейчас, например, достать его в наличии крайне сложно. У него есть еще тонирующая и матирующая версия. Я пробовала только вот эту классическую. Меня еще прошлым летом просили его попробовать и рассказать подробнее. Что я могу здесь отметить? Мне, во-первых, он очень понравился. К нему у меня вообще нет никаких претензий. За исключением, что те, кто любит посмотреть на комбинацию фильтров, могут завозмущаться, что здесь половина старых, половина новых фильтров. Но, опять же, здесь все очень многое зависит от того, где продается бренд и где что допустимо. Он жидкий абсолютно как вода. Он очень похож на Veshi Fluid. Белый тоже флакон Uvech Daily, который мы обозревали в прошлом году. И на Shaco Fluid Angelius, который тоже всем знаком в плоской такой оранжевой тубе, скажем так, да, во флакончике. Невесомый абсолютно. Единственный еще нюанс. У него есть яркая такая цветочная парфюмерная тушка. Мне она, в принципе, нравится. У меня долго на коже не остается. Но это все индивидуально. Сияет достаточно ощутимо. Но настолько невесомый, вообще не конфликтный и никакой не проблемный. Можно нанести сразу хоть всю порцию, хоть как хотите, хоть наслаивать два слоя. То есть поочередно, как хотите абсолютно. Мне ничего не раздражает, что самое главное. Не вызывает у меня никаких покраснений, ничего. И еще достаточно бюджетный. То есть где-то за 1000 рублей я его покупала. Но на тот момент он еще и был на маркетплейсах, например, именно с официального продавца, по 600-800 рублей. Поэтому в целом это достаточно бюджетный продукт. Здесь 50 миллилитров. Да, 50 миллилитров. Так что обратите внимание. Но я думаю, что многие тоже с ним знакомы. Потому что как только сезон, его полностью сметают. Сложно достаточно его приобрести. Так что да, по комбинации здесь новые и старые. Но опять же, комфорт потрясающий. Не матовый, но можно припудрить. Поэтому здесь не считаю это минусом. Солнцезащитное средство в этом выпуске. Которое однозначно мой большой фаворит в этом сезоне. В этом году обязательно попадет в фавориты года. И самый дорогой по совместительству из всего этого видео. И думаю, даже из всех выпусков с солнцезащитой на моем канале. Это бренд Cisderma. Это линейка Azelac. И здесь есть флюид. Флюид-крем он называется. Со светоотражающими частицами для кожи с пигментацией. Для меня он был подобран специалистом. Потому что здесь есть азолаиновая кислота. Также здесь есть бутилорезорцинол. Это тоже допигментирующий компонент. Но азолаиновую кислоту любит и кожа с розацией соответственно. Поэтому мне подобрали его. Что я могу сказать. Это очень комфортный, шикарный вариант, чтобы просто нанести даже как крем. Хоть он и весьма легкий. И пойти. Либо накраситься и пойти. То есть никаких с ним вообще вопросов, проблем не возникает. Наносите хоть сколько угодно. Хоть там две порции сразу. Ничего, никуда не катается. По крайней мере у меня. Я слышала тоже о нем достаточно положительный отзыв. Единственное, почему к нему придираются. Ну помимо стоимости. Это светоотражающие частицы. То есть здесь не просто сияющий финиш. Потому что это не матовый сэнскрин. Здесь добавлены светоотражающие частицы. То есть такой x2 эффект к сиянию. Чтобы визуально кожа с пигментацией. Подразумевается, что именно такой кожи будет использоваться. Сгладить, придать ей более ровный тон. Но опять же меня не смущает. Я поверх после впитывания наношу просто минеральную пудру. Либо тон, если я окрашусь. И никаких проблем. Но если у вас жирная кожа. И вы всегда стараетесь убрать жирный блеск. То вам скорее всего эта история не зайдет. Поэтому имейте ввиду. В целом у бренда очень много разных солнцезащитных средств. Есть и различные матирующие. Без пигментирующих компонентов. Поэтому я думаю, там можно выбрать. Другой вопрос, что санскрин. Это история, которая очень быстро расходуется. Если вы наносите в достаточном количестве. И за ту стоимость, которую представлены Сидермы. Не каждый готов приобретать. Потому что на сезон уйдет не один флакон. Но мне настолько понравился. Я брала даже с собой в поездку. Абсолютно не разбираясь, какое мне взять. Я сразу взяла его. Потому что когда я спешу. Когда у меня вообще нет времени. Мне нужно срочно нанести санскрин. Я беру всегда именно его. Хотя у меня очень много различных открытых. Быстренько наношу. Хоть поверх ухода. Хоть вместо крема. И сразу выхожу на улицу. Ну в смысле там. Пока он впитывается. И потом выхожу на улицу. То есть в целом для меня абсолютно идеальный продукт. Никаких у меня претензий нет. У него есть одушка. Легкая, ненавязчивая. Достаточно приятная. Раздражение, кстати, никакого не вызвал. И что касается активных компонентов. Стоит понимать, что кожа с пигментацией. Мы обязательно защищаем. Либо склонную к ней. Но здесь еще продукт будет работать с пигментом. Если он уже есть. Поэтому тут и уход сразу. И защита одновременно. По увлажнению мне тоже достаточно. Я могу под него нанести сыворотку. Например, могу в соло. И никак кожа у меня не пересушивается в течение дня. В общем, могу говорить о нем бесконечно. Но мне правда очень понравился. В этот раз у меня какое-то удачное знакомство с брендом Сиздерма. Хотя ранее пробовала продукты. Мне не все нравились. Даже практически ничего не нравилось. Возможно, потому что в этот раз мне подбирал косметолог продукты. Возможно, это тоже влияет. И фильтры. Я тоже здесь отмечу. Все их буду прописывать. Комбинация старых и новых химических фильтров. Поэтому тоже здесь в целом вопросов нет. Все средства, которые я показываю в этом видео, защищают не только от лучей типа Б, но и от лучей типа А. Это в целом достаточно важно. Поэтому я сразу про всех скажу. Далее покажу эуцерин антипигмент SPF 30. Это дневной крем против пигментации. Во-первых, это, сразу скажу, именно уход. В первую очередь. SPF 30, да, такой средний хороший фактор защиты. Здесь как дополнение. Потому что это средство против пигментации. Соответственно, чтобы ее корректировать и одновременно защищать. Здесь содержится темидол. Это запатентованный компонент, который именно приостанавливает, влияет на выработку пигмента меланина. И мы уже в телеграмме достаточно давно тестируем эти продукты. Девочки делятся и фотографиями, фотоотзывами своими по поводу этой линейки. Потому что не так давно я поделилась тем, как вывела пигментацию за несколько дней. Да, поверхностную. Но тем не менее, сыворотка из этой линейки. И вот у меня проснулся интерес. Я решила протестировать дневной крем SPF 30. Опять же, это история, когда будет одновременно увлажнение, коррекция пигмента и, соответственно, защита. Что могу сказать? У него приятная увлажняющая текстура. Он очень хорошо распределяется. У меня ничего никуда не скаталось. У меня от него кожа не раздражается. Но, конечно, если у вас поврежденная кожа с какими-то сильными раздражениями, аллергиями и так далее, то темидол, да, и вообще такой продукт не наносим. Это не для раздраженной кожи. Но, в целом, очень приятный в использовании. Я не носила просто как увлажняющий крем и под макияж, да, через некоторое время дать питаться. И просто в соло. То есть, вопросов к нему тоже абсолютно нет. Он не матирует. Но у него такое естественное просто сияние. Опять же, можно припудриться. Никаких проблем нет. Удобно, что здесь дозатор, например. Я люблю, когда с дозатором, нежели туба, из которой все вытекает. Здесь есть отдушка, но она легкая, такая достаточно ненавязчивая. По контуру глаз аккуратно тоже наносила. Нет никакой мне негативной реакции, но офтальмологического контроля здесь нет. Он для этого не предназначен. Опять же, могу здесь отметить такой нюанс, что даже средства, у которых есть показания к тому, чтобы наносить как защиту на контур глаз, не всегда и не у всех хорошо переносится. Поэтому здесь исключительно индивидуальный момент. Я рекомендую аккуратно пробовать. Если у вас средство для защиты кожи лица не вызывает реакции на контуре глаз, но на подвижный веко тоже не стоит все равно наносить, то можно в целом использовать, если опять же это не кислотный какой-то продукт. То есть здесь на это обращаю внимание. Что касается защиты также контура глаз, вообще в идеале это солнцезащитные очки. Именно с фактором защиты это очень важно, потому что они не все обладают такими свойствами. Также есть специальные стики, например, для особо чувствительных зон, в том числе контура глаз. У меня когда-то был стик Ангелиус SPF 50 от Лерош-Позе. Я наносила по контуру глаз, тоже было достаточно комфортно. Ну и, конечно, пробовать основные средства ухода за лицом с SPF, которые вам комфортно носить на контуру глаз. И дальше остались средства обновления и средства для защиты кожи губ. У меня вопрос пигментации касается либо контура глаз обычно, либо контура губ. Может быть я недостаточно уделяю этому внимания, но вот последнее время стало, потому что это вопрос для меня актуальный. Так вот, для губ я использую вот уже получается месяца, наверное, 2 или 3 стик Урьяж Борисан, опять же. Я купила его, в принципе, сразу при таком начале активного солнца, потому что я боялась, что опять вылезет пигментация, собственно, все равно вылезла. Не всегда, кстати, солнце это единственный фактор, да, здесь нужно понимать, что даже если вы защищались от солнца, это замечательно. Если вы все делали по правилам, наносили их достаточное количество, но у вас есть, например, какая-то гормональная проблема или прием каких-то лекарственных препаратов, которые влияют на повышенную выработку меланина, то вы все равно от пигмента не спасетесь. Но от этого, так сказать, отказываться от солнцезащиты не стоит, потому что пигмент будет не столь выраженным, сколько он мог быть, если бы вы не защищались от солнца. Так вот, стик для губ я приобрела, мне он очень нравится, многие спрашивают, не выбеливает ли он, не выглядит как-то незаметно ли он на коже губ. Ну, вообще, как обычный стик-бальзам. Он такой жирненький, не в смысле, что он липнет, а в смысле, что просто как вы нанесли, просто какой-то бальзам в тубе, допустим, как и у Церин, у меня бальзам для губ сейчас классический, без СПФ, выглядит точно так же. Никакой белесости, никаких следов, на вкус, кстати, не горчит, если кому важно, абсолютно комфортный. Здесь есть солнцезащитные фильтры, здесь много питательных компонентов, и воск есть, и масла, для того, чтобы это, во-первых, все растворять, и, во-вторых, для того, чтобы хорошо держаться на губах и питать кожу губ. В общем, из всех стиков аптечных с СПФ я попробовала пока только этот, именно для губ, и вполне его могу рекомендовать, мне нравится. Что касается обновления защиты в течение дня, в идеале, конечно, все смыть и нанести заново, либо кто-то просто наслаивает сверху еще один слой крема или флюида, но, когда ты на прогулке, да, когда совершенно нет такой возможности, самое классное, я считаю, на мой вкус, это спрей Вуаль, которую можно распылить хоть поверх макияжа, хоть просто на санскрин сразу, как уходно, не оставляет никаких следов. И мой фаворит в этом вопросе уже три сезона подряд, это Ангелиус СПФ 50, именно маленький флакончик с зеленой полоской, обращаю ваше внимание, потому что у них есть еще другие варианты, 75 миллилитров, которые помещаются абсолютно в любую, даже самую маленькую сумочку, без каких-то следов, абсолютно без жирности, наносятся идеальное покрытие, идеальная защита. Да, наверное, минус это то, что достать в сезон его достаточно сложно, это раз, а во-вторых, за такой объем цена, как за какие-нибудь 200 миллилитров дорогого санскрином в спреи. Но я настолько привыкла и настолько нет аналогов в аптечном сегменте этому продукту, что я не хочу никак его менять. Раньше у рьяж был мистер СПФ 30, он у меня был, но он более жирный был, не такой комфортный, но бюджетный. Также был похожего формата у Виши спрей, тоже мне нравился, но вот этот все равно всегда их обходит. То есть по финишу, по ощущениям на коже он просто идеальный, сейчас он остался один, то есть никаких других ему альтернатив, скажем так, в аптеке нет. Поэтому я его все равно покупаю. Но так как я использую его не часто, да, я не часто провожу несколько часов на прогулке на солнце, поэтому у меня расходуется за пару там месяцев примерно. Так что в целом нормально. Здесь есть отдушка и, конечно, когда вы сразу распыляете спреи на лицо, пожалуйста, не вдыхайте, закрывайте глаза, рот и так далее, чтобы все это не попадало. Очень осторожно. Здесь, собственно, смесь опять же фильтров. И по поводу еще одной новинки, как я уже сказала, у меня появилась Борисан Гамма в более широком варианте, да, что-то я покупала, что-то вот как раз пришло, и вот в рассылке мне пришел спрей. Вообще, этот спрей в первую очередь для тела позиционируется, но для лица написано, что тоже, в принципе, можете нанести, но сначала на руки, а потом аппликативно на лицо. Мне такой вариант не подходит, потому что для этого у меня есть крем или флюид. А вот я попробовала его пораспылять. Что могу сказать? Со мной ничего не случилось страшного. Он абсолютно для этих целей подошел, опять же, не вдыхать, да, стараться, чтобы никуда на слизистую не попадало. Но в целом по финишу он не то чтобы сильно жирный, да, он, конечно, ничего не матирует, но такой момент, что он, например, может подчеркнуть пушковые волосы на лице. Если у вас есть такой момент, да, ну, в целом, у всех есть эта норма, то он может их подчеркнуть, но в целом, если аккуратно это все как-то аппликативно устранить, это не проблема, вот. Вот, также у Миста SPF 30 Урьяж Гамиотермали, которым я уже упомянула, его сейчас нет в продаже, уже вот пару лет последних, тоже была такая проблема. То есть он распыляется и так будто немножко застывает на коже, из-за этого такой эффект получается. Но в целом прекрасный вариант, если вам удобно быть с таким объемом, да, здесь 200 миллилитров с собой, чтобы обновить защиту, да, хорошо. На тело будет удобно наноситься, на пляже для обновления, чтобы снова не наносить крем и так далее. Почему спрей это не основная защита от солнца? Я не рекомендую их никогда как основную защиту, да, Могу я просто вот распылить спрей, ничего, никакой крем не наносить, флюит и просто пойти. Я считаю, что нет, потому что вы здесь не можете отмерить количество, которое вы наносите, вы не можете здесь отмерить плотность нанесения, равномерность нанесения, то есть это незаметные абсолютно продукты на коже и самое главное количество. Соответственно, тот фактор защиты, который заявлен, в соло вы вряд ли добьетесь. Поэтому это исключительно формат обновления, на мой взгляд. Все-таки основная защита будет хорошей и надежной, когда вы нанесете крем или флюид в должном количестве. Ну и завершать выпуск мы будем темой про пудры. Как я уже сказала, используя все подобные финиши, да, солнцезащитных средств, я наношу пудру после того, как они впитаются, ну, примерно через 15-20 минут, обязательно декоративку наносим с таким интервалом. Так вот, я беру просто пушистую кисть, беру минеральную пудру, у меня это, например, матирующая минеральная пудра от Ennis Free, либо я использую шик, вот, например, у меня сейчас такой вариант, но шик, она сияющая. И как раз я прикреплю в видео, где на одну сторону я наношу от Ennis Free матовую, на другую сияющую от шик. Сияющая от шик все равно, так сказать, нивелирует этот, да, момент с жирным блеском, но все равно это не наглухоматовая пудра, но мне она так нравится, это как раз для меня идеальный такой формат на каждый день. Я не люблю наглухоматовые текстуры, я их обычно использую исключительно для видео, и то не удается полностью скрыть этот эффект, потому что если кожа сама по себе сияет, сколько бы тонны просто матовой пудры вы не наносили, блеск останется все равно, это нормально. Я сейчас абсолютно положительно отношусь к сиянию на коже, ничего не пытаюсь заматировать максимально, это для меня сейчас норма. Так вот, абсолютно просто и легко можно все это скрасить пудрой, аккуратно наносить, да, ничего не растирать, не втирать, так что я не вижу проблемы использовать что-то сияющее, не матирующее, комфортно наносить, и просто пользоваться пудрой, например, по той зоне, если это вас беспокоит. На этом первая часть обзора санскринов в этом сезоне подходит к концу, надеюсь, видео было для вас полезным, вопросы можно задавать в комментариях, сразу скажу, что индивидуальные продукты я не подбираю, да, какой взять для комби кожи, какой еще для какой-то кожи. В целом, все средства, которые сегодня показывала, достаточно универсальны, ориентируйтесь в первую очередь на текстуру, на наличие души, каких-либо активов, что актуально именно для вас. Так что я с вами прощаюсь, до следующих видео, всем пока!